Убеждения фарисеев, богословские убеждения. Можете себе отметить, что если вы захотите почитать более подробно, это Иосиф Лавий, Древности, 13-я книга, 5-я глава, 9-й стих. Значит, какие же у них были убеждения? Они верили в Мессию, который является монархом, победителем, освободителем от римского ига. Иудейские древности, 13-я книга, 5-я глава, 9-й стих. Хорошо. Значит, также они верили в бессмертие души. Помните, в чём их различие было с индукьями? Да, они верили в воскресенье. Значит, вера в воскресенье. Они верили в то, что будет день, когда все воскреснут. Также они верили в воздаяние. Другими словами, что посеешь, что пожнёшь. Они верили в ангелов и демонов. Другими словами, они верили в свободную волю человека. А теперь вопрос. Во что они верили, в то, во что они верим мы? Я из того, что сказал. Нет, не свободная вера, а свободная воля человека. Они верили в свободную волю человека. Из того, что мы перечислили… Сейчас я объясню, если у вас ещё что-то особо на воле. Из того, что мы перечислили, что как бы не соответствует вот с нашим учением? Свободную волю человека не соответствует нашим христианствам. Не соответствует. Мессия в представлении веры и людей. Это тот, кто освободит, пожалуйста, не могу сказать себе. Тот, кто освободит от христианского величества. Но в нашем понимании, Мессия — это тот, кто освободит нас от греха и от сына. Да, действительно, из того, что я сейчас перечислил, на самом деле, единственное, во что мы не верим, это то, что мы не верим, что Мессия есть монарх-победитель, который освободит от римского игоря. То есть помните, что через Новый Завет мы видим, что состояние людей, ожидавших Мессию, они ожидали, что этот человек, который придет и освободит их от римского игоря и станет царем, и будет его царством. Но Иисус сказал, что царство Мое не от мира. Помните, да? Значит, объясню, что такое вера в свободную волю человека, для того, чтобы было понятно. Это означало, что они верили в то, что человек имеет свободу выбора. То есть Бог не управляет человеком, там, как роботом или как марионеткой, да? Бог не говорит человеку, иди сюда, делай то и так далее, да? Бог предлагает человеку, и человек выбирает, идти ему этим путем или другим путем. Вот это и есть вера в свободную волю человека. Мы верим так же или вы верите как-то по-другому? То есть если человек должен делать только один вариант у него, у него нет другого варианта, да? То есть он просто идет одним путем, он делает то, что уже прописано, то, что уже сказано и так далее, то есть и нету возможности на какие-то другие варианты, то это тогда не свободная воля. Это тогда означает, что у человека нет свободной воли. Он просто делает то, что уже для него определено окончательно. Понимаете, да? Да. Ну вот. Значит, со свободной волей ясно или нет? Да. Хорошо. Значит, вот здесь как бы предлагаю сравнение такое фарисеи с Адукией, да? Значит, фарисеи придерживались доктрины предопределения и в то же время свободной воли. Вот это очень интересный момент в том отношении, что, значит, они верили в то, что Бог уже предопределил, но в то же самое время они верили в то, что человек имеет свободную волю. На основании Нового Завета мы можем тоже делать такие выводы, да, что Бог предопределил, предузнал, да, и так далее. Но человек делает выбор. То есть для того, чтобы быть в плане Божьем, человеку нужно сделать правильный выбор, чтобы то, что Бог определил для него, как бы, скажем так, дошло до конца, да, и существилось в его жизни. Человек должен идти в этом направлении, выбирать волю Божью. Но он принимает решение самостоятельно. Понимаете ли? Саддукеи отрицали Божий контроль. Они признавали индивидуальную свободу, направляющую собственную жизнь и саму историю. Они отрицали Божий контроль, признавали индивидуальную свободу, направляющую собственную жизнь и саму историю. То есть в их понимании Бог вообще ничего не контролировал. То есть другими словами, что Бог есть, да, но он наблюдает, как всё происходит, и он не участвует в жизни человека никоим образом. Поэтому каждый индивидуален в своём выборе, свободе и так далее. То есть и как вот человек поведёт себя, таким образом история и повернётся. Здесь проблема в чём? В том, что у Бога есть план. Понимаете, да? И когда мы говорим о свободной воле, то человек может быть в этом плане и может не быть в этом плане. Божий план от этого не нарушается. Да, но человек не может изменить Божий план. Вы понимаете, да? То есть если ты выбираешь путь Божий, то ты участвуешь в Божьем плане. Если ты не избираешь Божий путь, то ты просто в Божьем плане не участвуешь. Но Божий план, он не изменится. У Бога есть план, есть начало и есть конец. Но так как верили саддуки, то получалось, что у Бога нету плана. Бог ничего не контролирует, то есть Он вообще не участвует в жизни человека никаким образом. Поэтому человек... То есть у Бога есть план для всех людей, а уже... Вопросы, пожалуйста, вы к нам подпишите. Если вы, пожалуйста, предупреждайте, если вы говорите в имя микрофон, то просто не заглажайте. Спасибо. Просто хочется уточнить. То есть у Бога есть план для всех людей, но у всех людей есть свобода выбора. Просто я иногда не понимаю вот учения Кальвина по поводу предизбрания. Это выглядит так, как будто Иисус умер за людей по блату. То есть кого-то Он предизбрал, а кого-то нет. Но это выглядит именно так. Конечно, вопрос кальвинизма или армянизма, да, это интересный вопрос. Мы могли бы долго здесь сейчас беседовать на эту тему. А вы решили бы, как он предназначен, предназначен, а потом предопределение? Но если мы говорим в данном случае о том, что у Бога есть план на жизнь каждого человека, я могу сказать, что у Бога есть план на жизнь каждого человека. Понимаете, да? Но здесь очень важный вопрос, что человек делает выбор, в результате своего выбора он идет в этом плане. У Бога есть план. Если человек идет этим путем, у него есть этот план для человека. И будет то-то и то-то. Если человек пойдет этим путем, у него будет тот и тот. В отношении... Не очень хочется мне эту тему затраивать, конечно. В отношении кальвинизма вопрос заключен в том, что вот тот, кто как бы избран ко спасению, даже если он отпал, и непонятно, что с ним происходит, в результате он все равно будет спасен, потому что он предопределен ко спасению. Ну, давайте не будем сейчас решать этот вопрос. Хорошо, если... Надеюсь, у вас, может, будет такой этот урок по этому поводу. Это тоже интересно, как бы есть свои точки зрения, и та теория, как бы, имеет право к жизни, и та, и та теория достаточно серьезно имеет основание на основании Слова Божьего, поэтому здесь нужно просто очень серьезно как бы этот вопрос разбирать и сделать для себя выводы. Ну, я не кальвинист, говорю сразу, да, то есть, но... просто это не двухсекундное дело для того, чтобы разбирать этот вопрос. Значит, фарисеи верили в бессмертие души, в вечное воздаяние за гробом, за добродетель или неправду, и воскресение мертвых. Значит, верили в бессмертие души, да, что есть воздаяние в вечности, то есть, после того, когда человек умирает, да, есть воздаяние по этому за гробом. Записали, да? Хорошо. Значит, саддуки, они просто отрицали воскресение. То есть, они не верили, что есть воскресение. Значит, фарисеи верили в существование ангелов и демонов, а саддуки отрицали доктрину двух царств. В том, что существует как бы два царства, да, духовных, это добрых и злых ангелов. Деяние, 23 глава, 8 стих. Давайте прочитаем. Деяние, 23 глава, 8 стих. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения ни ангела, ни духа, а фарисеи признают и то, и другое. То есть, что нам говорит Слово Божие? Что саддукеи говорили о том, что нет вообще ни ангелов, ни духа. То есть, отрицание духовного мира, да? Значит, фарисеи признавали высшим авторитетом писание и традицию. Саддукеи утверждали, что они признавали лишь только пятикнижье. Ну, хотя, знаете, многие говорят, что это достаточно сомнительно, ну, что они признавали. Ну, они так утверждали, что они признавали лишь пятикнижье. И всё остальное, какое-либо верование, которое можно было, и учение, которое можно было вынести из всего Танаха, да, оно как бы уже не имело никакого смысла для них. Очень интересные характеристики даёт Талмуд фарисеям. Фарисей плечо. Ну, это такие характеристики давал Талмуд фарисеям. Фарисей плечо. Значит, это тот фарисей, который носил свои добрые дела пред людьми как значок на плече, чтобы люди видели их. Фарисей плечо. Это тот, короче, который всем показывал свои добрые дела, чтобы все видели, что он их совершает. Фарисей, подожди немножечко. Это фарисей, который просил людей, которые к нему обращались по каким-то вопросам, подождать, пока он сделает доброе дело. Субтитры делал DimaTorzok, подождались по белому. подождались по белому. Фарисей, контуженный или истекающий кровью. Это фарисей, который поранился, столкнувшись со стеной. Потому что он шел закрытыми глазами, чтобы избежать взгляда на женщину. Со стеной, со столбом. С чем-то столкнулся, от чего голову поранил. Ну то есть идея была какая, что нельзя было смотреть на женщину для того, чтобы не быть искушаемым. Для того, чтобы не вожелать. По этой причине, когда они вдалеке видели женщину, они закрывали глаза и шли закрытыми глазами. В результате чего часто они били себе голову. Для того, чтобы, так сказать, оставаться в таком праведном состоянии. Фарисей горбатый. Это те фарисеи, которые всегда ходили с опущенной головой, сутулись. Когда люди насмехались над ними. Фарисей всегда считающий. Тот, который считает. Это фарисеи, которые без конца перечисляли свои добрые дела, чтобы проверить, превышают ли они его плохие дела. Чтобы проверить, его хорошие дела превышают его плохие дела. То есть он постоянно заботился о том, чтобы подсчитывать, сколько он сделал добрых дел, для того, чтобы его добрые дела опережали его плохие дела. Фарисей богобоязненный. Богобоязненный, да. Это те, которые ходили в страхе и трепете пред Богом. Фарисей любящий Бога или природный. Фарисей любящий Бога или природный. Это те, которые были истинными сынами Авраама и истинными фарисеями. Ну, вот по фарисеям как бы и все. Сейчас поговорим о Саддукии. Значит, название Саддукии. Есть разные мнения по поводу, откуда же все-таки это название появилось. Ну, вот одно из более таких, знаете, мнений, которые считаются, как бы, наверное, скорее всего, более реальных, это то, что они произошли от первосвечения Касадока. Вторая паралипоменон, 31 глава, 10 стих. Вторая паралипоменон, 31 глава, 10 стих. Иезекииль, 48 глава, 11 стих. Прочитаем. Прочитаем. Кто готов, прочитай. И отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал, «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыто, и многое осталось, потому что Господь благословил народ Свой. Из оставшегося составилось такое множество». Иезекииль, 48 глава, 11. Это посвятите священникам и сынов Садока, которые стояли на страже Моей, которые во время отступничества сынов Израилев не отступили от Меня, как отступили другие левиты. Значит, они не возражали против еленизации, иногда даже поощряли ее. Очень быстро они имели политическое влияние. И, как мы уже говорили, что это была небольшая партия, но была достаточно влиятельная. Среди садукеев не было никого, конечно, из народа, потому что это была сплошная знать. И также народ их тоже никак особо не приветствовал, не уважал. Но они имели большое влияние, потому что в партию входили знатные люди, знатные богатые люди. В первом Маковее, первой главе, пятнадцатом стихе, говорится о том, что было в результате среди них падение нравственного авторитета. Первом Маковее, один пятнадцатом стихе. Ну да, ну это, в принципе, там просто что произошло. И установили у себя необрезание, и отступили от Святого Завета, и соединились с язычниками, и продались, чтобы делать зло. Значит, их убеждения, убеждения относительно Библии. Убеждения относительно Библии. Значит, они к Библии относились, знаете, очень достаточно вольно. Порой, как мифам и легендам, они Писание не считали авторитетным. И многие их взгляды, они переплелись просто с философией. То есть какие-то библейские заключения, философия, все это переплелось. И все это было неосновательно, и ничего общего не имело с верой иудеев. Ну, как они заявляли, что они относятся к Тори как к буквальному толкованию. То есть как там написано, так они готовы это воспринимать в жизни. И, естественно, они отвергали любые предания. И к социальным убеждениям. Значит, они себя расценивали больше как, все-таки, политическую партию, а не религиозную секту или группу. Хотя мы, как часто называем больше как секта иудаизма. Но сами они себя расценивали как религиозную партию. Они были зависимы от власти Римской империи. При Ироде они были гражданские правители. И также они имели власть в храме. То есть власть в храме принадлежала им. Они считали себя политической партией. То есть их вся цель была, это политика. Ну, потому что они их храм использовали как политические действия. То есть, скажем так, религия, это было как средство политики в их отношениях. Значит, их убеждения относительно иудеев. Значит, они не верили в преимущества еврейского народа. Ну, если мы говорим об избрании еврейского народа, они в это не верили. Ну, по всем этим причинам, уже перечисленным, у них не было уважения со стороны народа. Они не имели никакого уважения со стороны народа. Ну, со стороны евреев, да? Значит, по отношению к фарисеям, у них была позиция, что фарисеи — это враги. И не только потому, что фарисеи отличались во взглядах с ними, но потому, что фарисеи открыто выступали против того, чтобы политика и религия смешивались. Видите, как фарисеи? Религия отделена от власти. Их позиция в отношении Иисуса Христа. Христос для них был враг. Низкомиссис Писания. Матфея, 16 глава, 1 стих. С 6 по 12. 22 глава, 23 стих. И Луки, 20 глава, 27 стих. Матфея, 16 глава, 23 стих. Матфея, 16 глава, 23 стих. Кто читает? И приступили фарисеи и саддукеи, и, скушая его, просили показать им знамение с неба. Иисус сказал им, смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Они же помышляли в себе и говорили, это значит, что хлебов мы не взяли. Уразумев то, Иисус сказал им, что помышляете в себе, маловерное, что хлебов не взяли. Еще ли не понимаете, не помните о пяти хлебах на пяти тысяч человек, и сколько коробов вы набрали, не о семи хлебах на четырех тысяч, и сколько корзин вы набрали. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, когда они поняли, что он говорил им, беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Также 22 глава, 23 стих. 22 глава, да? Да, 22 глава, 23 стих. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Также Луки, 20 глава, 27 стих. 20-23, да? А, 27. Тогда пришли некоторые к саддукеев, отвергающие воскресенье, и спросили его. Это места, которые показывают, что они выступали против, да? Кто помнит, как Иоанн назвал их? По рождению Ихидины. По рождению Ихидины, совершенно верно. Это Матфея 3 глава, 7 стих. И знаете, что интересно, что, как говорится, в каких случаях враги объединяются? Против третьего врага, да? Как бы так сказать. И вот в данном случае мы видим, что фарисеи и саддукеи, которые постоянно противостояли друг другу, они объединились и стали едиными во вражде ко Христу, да? То есть в этом они были готовы даже соединиться, смириться и так далее. Такой тоже интересный момент. Я помню, когда появилась такая организация, которая называлась Лига Маген. Это иудейская современная организация, которая, так сказать, борется с миссионерами, которые проповедуют Евангелие евреям. Так вот, когда эта организация появилась, они объединились, а знаете, с кем? С православными антимиссионерскими организациями. Это было интересно, почему? Потому что это две группы, которые, я бы сказал, ненавидят друг друга. Но они объединились вместе с одной целью, чтобы бороться с миссионерами. Вот здесь была такая же самая история. Ну, как говорится, что ничего нет нового, да? Чтобы уже не имело места быть. Значит, кто входил в партию Саддукек, или состав Саддукейской партии? Значит, это была аристократия. Многие из них это были члены Синедриона. И партия Саддукьев сохранялась вплоть до разрушения Иерусалима. После разрушения Иерусалима Саддукьев больше уже не было, а вот фарисеи сохранились. В итоге они стали, так сказать, основателями, я уже говорил, современного иудаизма. Разрушение Иерусалима, 70-е годы, когда было разрушение храма и разрушение Иерусалима. Теперь мы поговорим о Иесеях. Значение слова самого Иесея, ну, как бы как святой. И происходит от слова «хасиос». Некоторые называют ее партией, но все-таки вот это вот действительно больше религиозная группа, чем партия. Они вообще не участвовали как бы в политике практически вообще. Вот. И все-таки вот это вот действительно больше религиозная группа, чем партия. Это ее начало этой группы религиозной, или секты, да, иудейской, во время Хасмании. То есть они появились где-то вот в период Хануки. Значит, их убеждения. Значит, убеждения относительно Библии. Значит, вот второзаконие, 18 глава, 15 стих. Второзаконие, 18 глава, 15 стих. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь, Бог твой. Его слушайте. Ну, мы соотносим это к чему? К ишуа. К ишуа, да. К ишуа. Они это относили или к себе, или к своим учителям. К слову Божьему они относились подобно к Ишуа. Как фарисеи. Когда в 47 году были найдены кумранские свитки, то среди них были и свитки Иисеев. Свитки под таким названием «Пособие для дисциплины», «Дамасский документ», «Благодарственный гимн» и «Порядок ведения войны». «Пособие для дисциплины», «Дамасский документ», «Благодарственный гимн», «Порядок ведения войны». «Благодарственный гимн», «Порядок ведения войны». Их деятельность, чем они вообще занимались? Они изучали закон, переписывали книги Писания. И они хранили Писание перед завоеванием римлян. Их социальные убеждения. Во-первых, это была особая отделённая группа от прочих евреев, то есть они жили обособленно. Они были намного строже, чем фарисеи. Их было примерно около четырёх тысяч человек. И о них описывает Иосиф Флавий, также Плиний и упоминает Филон. «Некоторые группы воздерживались от брака». Флавий описывает это. Может быть, если хотите, завтра можем прочитать, он очень интересно описывает. И он говорит о том, что они воздерживались от брака, потому что брачные узы приводили к тому, что человек должен был жить чувственной жизнью, удовлетворяя свои потребности. По этой причине они воздерживались от брака. Но, знаете, они брали в свою общину, очень много детей принимали и воспитывали их. Но были также группы Иосиф, которые говорили о том, что Бог заповедал, что нужно также и размножаться. Поэтому для того, чтобы их не обвиняли в том, что они наслаждаются браком, то они вступали в сексуальные отношения только с целью, чтобы иметь детей. И вот когда их жена забеременевала, они прекращали всякие сексуальные отношения до того момента, пока нельзя было снова иметь сексуальные отношения, чтобы забеременеть следующим ребёнком. «Иначе, если мы не будем рождать детей и все бы прекратили этим заниматься, то мир бы просто вымер. Бог этого не хотел точно». Такая была позиция другой группы Есеев. Значит, в группу, в секту могли вступить люди, только те, которые готовы были подчиняться всем правилам этой группы, и человек, который мог пройти обряд посвящения. То есть не так уж было просто даже ещё попасть в эту группу. Они никого так специально не зазывали, знаете. То есть люди приходили, они их серьёзно ещё испытывали. Будет ли принят этот человек к ним или нет. И испытание продолжалось в течение трёх лет. Интересно, что окончанием испытания служило то, что человек проходил через погружение. И после только погружения человек становился частью их общины. Поэтому некоторые утверждают, что Иоанн Креститель, он был также из Есеев. Потому что, помните, он призывал к чему? К погружению, восстановлению грехов. Помните, он говорил, что «покайтесь и погрузитесь». Они, знаете, жили своего рода как при коммунизме. То, к чему Советы хотели и мечтали прийти, да, они жили таким образом. То есть у них было всё общее, все трудились одинаково, все получали одинаковые блага и так далее. Значит, как бы все были равны, но всё равно у них был старейшина, человек, который выступал в роли судьи, тот, который был вождём их или блюстителем, тот, который наблюдал за тем, как они живут, что они делали и так далее. В их группу могли войти мужчины, женщины и дети. Не имело значения. То есть они принимали всех. Значит, руководствовались они или не руководящим советом, то есть управленческим советом, были священники. И также в него входили и рядовые члены общины. То есть не только священники управляли ними, но также и рядовые члены общины входили в совет. Большая часть есеев, они никогда не встречались с другими людьми вне своей общины. Они жили в таком замкнутом, постоянном пространстве. Ну, на сегодня всё. Завтра продолжим.